Здравствуйте! Сегодня утром начинаем с хорошего настроения и важных новостей. В студии Александр Карлов. Какую позицию вообще Атлантический Совет занимает по отношению к России? Концидента США Джо Байдена Хантер Байден финансировал эту организацию. Утро такое насыщенное информационное поле. В центре имени Гамалеи проходит третий этап испытания препарата подавляющего устойчивость инфекций к антибиотикам. Давайте разберемся с вами, как работает препарат, ну и, собственно, когда ждать его появления в России. Поговорим? Давайте. Ну а начнем, пожалуй, со зрелищ. Почему эта публикация вызвала такие серьезные споры и к чему может привести конфликт из-за России внутри самого Атлантического Совета, об этом поговорим с Сергеем Кислицыным, старшим научным сотрудником Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. И добро пожаловать. Доброе утро, Сергей. Атлантический Совет чаще всего занимает по отношению к России. Программа «Сегодня утром» и мы продолжаем. Ну а сейчас на прямой связи со студией из Национального центра «Умонтибиотики» стремительно начали терять свою эффективность. От каких болезней сейчас практически нет спасения? И поможет ли решить проблему новый российский препарат? Вот об этом поговорим с президентом Национального проекта «Здоровье нации» Дмитрием Еделевым. Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Дмитрий. Это как грамм положительный, так и отрицательный бактерий. Ну, особенно острая проблема устойчивости бактерий к антибиотикам стала во время пандемии. По статистике, около полутора миллионов человек во всем мире скончались не от самого коронавируса, а от бактериальных осложнений. Ну вот смотрите, в какой сложной ситуации оказался обычный человек. Получается, что половина россиян вообще ничего не знает об антибиотиках, и если уж считает их эффективными при вирусных болезнях. А вообще много мифов вокруг этих препаратов? Какие самые распространенные? Поделитесь. Ну, самый распространенный миф, который существует, что антибиотика на то, что врачи говорили, что ковид не чувствует... Это программа «Сегодня утром», и мы продолжаем. Ир, если позволишь, я Алексею Николаевичу хотел спросить, вам когда-нибудь удавалось рыбачить в окрестностях Владивостока? Да. Да? Да, я летал специально на рыбалку именно во Владивосток. В акватории Японского моря? Более того, я еще даже вел рыбалку в акватории Японского моря, в общем-то, обычное явление, но вот такое. Главное, таким способом не вызвать песчаную бурю ненароком. Да, да, это я согласен. Не настрелять себе ее, да. Я хочу продолжить, значит, тему техники. Ты же про технику. Я бы про технику. Стоящий состав на паровозной тяге. Ух ты. Оставляет туристов за час. За час. А сколько там? Километров 10? Ну, я не знаю, сколько. Надо съездить, коллеги. Я тоже, кстати, нашла ролик про дорогу. Лечение водителя, как мне удалось узнать. А для того, чтобы они не засыпали за рулем. А, нам по утрам такую дорогу бы, а? Я вам скажу, о таком устройстве одинаково мечтают и орнитологи, и охотники. Да я бы сейчас с удовольствием и дома послушал. Взор пресса от Ирины Иваницкой. С научным сотрудником Государственного музея истории и религии Павлом Тугариновым. Доброе утро. Доброе утро, Павел. Доброе утро. Павел, вот... Какие у нас, однако... Да-да-да. Скажите, вот на ваш взгляд, что заставляет людей думать, что в них, вернее, в их родных или знакомых кто-то вселился, и они одержимы? Согласивного оттенка. С ними можно как дружить, так и враждовать. Это уже зависит от человека. Но есть люди, которые действительно... у которых тонкая душевная организация, и они способны на то, о чем мы сейчас с вами говорим. Но ведь и в интернете достаточно много объявлений. Из сегодняшнего выпуска «Улика из прошлого» вы узнаете, почему в 21 веке люди верят, что в человеке может... человека может вселиться демон. И что на этот счет говорит современная наука. Смотрите в 20.25 на нашем канале. Ну а после выпуска новостей расскажем, какие российские технологии и идеи сегодня заимствуются американцами. Это программа «Сегодня утром», и мы продолжаем. И вновь с нами на связи из Национального центра управления. От Ирины Иваницкой. ...вставляется тарелка. Тарелка абсолютно в том размере, как она есть на самом деле. Если вам нужно съездить на этом примере за тарелкой и поставить ее себе на стол, то тут вы ее получаете мгновенно на свое устройство, и не надо ничего за это платить. А, ну чтобы посмотреть, да? Да. Надо будет встать вот туда. Так, побольше предмета. Что имеется в виду? Я не знаю, что дракону сюда тебя посадят. Да ты уже сам дракон, это я понял. Так. Ну, машина у нас тут, наверное, не поместится, но вот велосипед в самый раз. Мы сканируем пространство, компьютер определяет пол, и мы ставим сюда настоящий велосипед. О, Ир, это как раз для тебя велик. А как я смотрю в силу? Но он маловат тебе. Да. Подойди ближе к велосипеду. Это трехмерный объект. Если мы посмотрим, как он выглядит для производителя, то это набор неких поверхностей. До встречи завтра утром, а мы передаем слово нашим коллегам из новостей. На этом все. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok